У меня в Германии нету ничего, у меня кроме мой паспорт ничего останется. Если ты в своей стране уже понимаешь, что ты не свой, а тут ты приезжаешь и думаешь, наконец-то я дома. Русские, это не касается национальности, это состояние души. Я родился в Германии, в прекрасном городе Гамбург. Я познакомился с девушкой в Египет, она полгода, наверное, жила со мной. Но она начинала скучать о Москве, и она сказала, что я хочу домой. Я ей сказал, что без вопроса я еду с тобой. И приехал сюда в 2003 год, по-моему. Россия в том моменте еще не знала. Я знал, как он выглядит на карте. Я чувствовал себя в Германии не свой. Меня очень сильно раздражало общение с немецким народом и так далее. Не то, что они меня злили или не знаю, но просто чужой. И я всегда старался искать место или люди, которые мне должны были окружать, которые мне дадут энергии, позитивы и так далее. А от своих это не получилось. Русские люди, они честные. Они никогда не будут влюбаться в тебя в лицо, если им не смешно. Если есть проблемы, ты узнаешь об этом. Если все хорошо, ты узнаешь об этом. Они более открыты. Есть такой стих, почему русские не улыбаются. И этот стих на сто процентов говорит о том, как они на самом деле есть. Почему русские так мало улыбаются? Потому что они чувствуют, они притворяются, льются, льются, темятся, плавятся. Почему русские так мало улыбаются? Тут мы говорим о русских людях. Они красивые, они мощные, они верят. Они делят все, что свои вокруг живут как минимум так же хорошо, как ты сам. Такого я никогда не видел до этого. Ни в каком месте, где я был, я видел такое отношение к своими друзьями, к своими роднями. Это феномен, это очень круто. Русский человек верит, он верит, что всегда будет все хорошо. Если твой внутренний настрой позитивный, тебе нужно и вокруг людей, которые поддерживают это позитиво. Я всегда топаю за честность. И это, что меня тоже в Германии не хватало. Сейчас я богат не по деньгам, а по опыту. Меня окружают тех людей, которые мне очень близко. Я могу тем заниматься, что я хочу. И это я называю «Польная свобода». Я не могу сказать, что я знал прям, что такое и кто такой «Ночни волк». Ну, слушал я это. Ну, а как же, это первый мотоклуб в России после распада СССР. И когда-то меня приглашали играть как диджей в «Ночной клуб», который на территории «Ночные волки». Я очень ждал этого приглашения. Я приехал, шел бешком на территорию. Вот через эти ворота меня уже тряснуло. Потом зашел в центр на площади и заморозился просто. Я стоял там, как, блин, статуэт, как дурак, наверное. Смотрел на это все, и моя подруга была со мной, и я сказал, я отсюда не ухожу никогда больше. Ну, и так и было. Когда я купил себе большую мотоцикл снова, я общался, ну, начинал больше общаться с своими будущими братьями. И у меня стало очень тепло. Вот. Это то, что в Западе опять не верит. Вот. Ну, в русской культуре закреплено братство. Если ты хороший человек, если ты показываешь себя как настоящий брат, они будут тебя называть до до конца братом. И такого в Западе нету. У нас, ну, особенная цель наша в данный момент – это патриотическое воспитание молодежи. Потом у нас есть очень много разных пробегов, связанных с историей. Очень много связанных с Второй мировой. Я нас называю защитниками истории. Это тоже такая вещь, например, которую Запад вообще никогда не будет понять. Они говорят, ой, эти русские, они живут в прошлом веке. Ну, простите, что у нас это мобильники лучше работать за Уралом, чем у них в центре города где-то. У нас все современное, но уважаем историю. Это не значит, что мы живем в истории. Так как у меня есть очень много друзей, знакомых в все разные точки мира, и я всегда готов рассказывать, показывать, общаться. Поэтому меня называют дипломат. И еще на разных языках. Я всегда стараюсь показывать им Россию, как на самом деле. Я чувствую себя русским. Если ты в своей стране уже понимаешь, что ты не свой, или ты не среди своих, и начинаешь объездить разные точки, и понимаешь, ну, там тоже не то, и там это не то, а тут ты приезжаешь, и все, все от тебя падает просто. И ты думаешь, наконец-то я дома. И чтобы еще ближе к моему народу стану, я даже пять лет назад стал православным. Я понял, что меня не хватило вот тот кусок веры, который у русского человека. Русский — это не касается национальности. Это состояние души. И это мне нужно было пройти и понять, ходя в храм. Я нашел свой путь, и мне есть свои идеали, мне есть свои мечты, как и каждому человеку. Немецкие девушки, они тогда уже были для меня странные. Немецкие женщины, они больше мужчины, чем мужчины самые. А разница здесь, что они поддерживают свои мужики и делятся так, что он себя чувствует мужиком. И вот есть разница. Там мужики уже не мужики. Они одеваются, блин, как... Не хочу даже говорить об этом. А здесь может всегда быть уверен в том, что его жена делает все, что ее муж — настоящий мужчина. И такого культура мне больше нравится, чем другого. Мы называем это традиционными ценностями. У Запада нет ценностей. Они потеряли это. Типа, ну, в кавичках «мой Германия», потеряли это после 1945, когда американцы остались там. В Германии строил свою жизнь, заканчивал школу, университет, зарабатывал хорошо деньги. Вот. Ну, что-то было всегда не то. Можно сказать, что я всегда недоволен был. Я могу сказать только про немца. Немцы стали очень ленивыми людьми. Они приезжают из работы, включают телевизор, сидят на диване, и все. И пусть это так. И если они в телевизоре видят, что Путин плохой, они говорят, да, Путин плохой. Вот. И у них нет... У них тоже самые возможности, как у нас. У нас готовы здесь копать поглюбше, узнать побольше. А там вообще... У них нет тут силы, желания даже. Вот. Поэтому мы с открытием можем сказать, что они зомби-фицированные. Я очень горжусь своим сыном. Как ее зовут? Марина Каримовна. Это твоя... Это... Классная руководительница. Он живет у мамы, но, слава Богу, рядом. Вот. Если... Ну, так как я много работаю, мы с сыном, к сожалению, тоже не часто видим, но как минимум раз в неделю мы увидимся, общаемся. Я поддерживаю его сколько я могу. И он должен понять, что у него есть отец, и он в любое время может прийти, позвонить или мы встречаемся. Здоровья, братка! Просто чисто для себя, я не люблю готовить. Ну, сейчас приготовим очень простой золот, макароны, перец, вороная колбаса, аргоци и горох. Нудель-салат. Макаронный салат. В Германии там много мяса едят, и здесь тоже, поэтому не сильно отличается кухня. Так как я простой человек, мне нравятся пермишки, мне нравится борщ. Не, холодец не мой. Хотя в Германии такой же, тоже есть такой. Вот. Но холодец это не очень мой. А окрошка, это не мой. Вот. Вот. Я беру окрошку, беру майонезь, и он меня здесь салат. В дом. Привет. Я 16 лет в Красногорске, я 17. Он для меня всегда был красив. Вот. Он всегда зеленый. Они делят много чего-то, что это не испортится. Вот. Меня история Красногорск сам нравится, потому что немецкие пленные половина Красногорска строили. Здесь база антифашистов. Здесь перевоспитали этих людей. У меня была возможность не покататься прямо по России, но путешествовать. Россия, вот такая большая страна, соединяет столько разных людей, вера. И, опять же, Запад не верит в это, что Россия мультинациональная и мультиверующая, и что мы здесь не чужие, да. Как русского человека говорят, главное, что человек хороший. Вот. И действительно это так. Это если русский, неважно, Псков или Якутск, чувствует, что ты хороший человек, тебя покормят, тебе рассказывают всякие истории. И это здорово. У меня есть одна мечта. Я очень мечтаю сжимать руку Путина. Потому что, я читаю, он не просто президент. Люди в Западе завидят Россию, что у них такой президент. Это настоящий муж. И я просто хочу сказать ему спасибо. Ну, да, конечно, я хочу жить здесь дальше. Я хочу получать гражданство и помогать России стать великим. Россия, я люблю тебя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!